я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители сегодня вы познакомитесь с невероятной информацией и узнаете настоящую правду о различном расположении материков и всего что происходит на нашей земле а самое главное на луне я нашел древнейшую карту где показаны различные города страны которые имеют точно такое же название как и у нас на земле вы будете очень удивлены этими фактами и наконец поймете где расположен сина и гиперборея различные другие страны и города ну что же приступаем к изучению этой карты и будем сравнивать ее с настоящими реальными странами на земле и вы поймете что наверху то и внизу возможно действительно луна это и есть отображение нашей земли и поразитесь как очень-очень много лет назад примерно в 1700 году в самом самом начале в конце 1600-х люди много знали о луне это фантастическая и очень невероятная информация начинаем все изучать и смотреть в мельчайших подробностях чтобы мы поняли как устроен наш мир и кто действительно им управляет с какой целью здесь вот будет показано две части луны но сами картинки в принципе одинаковые мы пойдем последовательно и начнем с левой половинки затем переместимся на правую чтобы нам правильно ознакомиться со всеми данными давайте же будем приближать верхнюю часть луны и пока что рассматривать название и регионы которые здесь указаны и вот прямо при первом приближении мы с вами четко можем увидеть на латинском правда языке но многое мы переведем и поймем написаны регио хиперборея гиперборея вот она где расположена самом деле мы все века ищем гиперборея ту великую страну она находится на луне но в земных историях рассказах она тоже описывается как северная страна и как раз на самом верху луны и есть гиперборея вот где они спрятали ее от нас также мы можем здесь увидеть море гиперборею то есть море гиперборея вот она темного цвета и до сих пор смотря на луну мы будем пробовать разглядеть его в следующие разы когда будем через никон п 1000 приближать ее но по факту вот она море гипербореи есть еще и озеро гипербореи в общем вся верхняя часть луны посвящена гипербореи вот мы и нашли этот регион который скрывался сотни тысячи лет и человечество только слышал о нем в легендах по факту же все это расположено на луне прямо в верхней ее части мы все четко видим и читаем с вами но это еще не самое важное будет много чего интересного кстати только что я заметил прямо на ваших глазах видите знак 69 69 перевернутый символ даже здесь он фиксировался это как и и я не красное и белое или черное и белое очень интересные знания и вообще секретный вот этот знак лично для меня мощнейший на этой карте 1700 года он применен и вы представьте в каких подробностях все изучалось в те времена в левом верхнем углу изображены три мальчика три юноши которые смотрят просто в гигантскую трубу подзорную и как нам рассказывают благодаря этому и могут увидеть в подробностях всю луну но вы поймите это было более 300 лет назад а мы даже с нашими сегодняшними технологиями не можем добиться такого успеха чуть ниже вот здесь как раз масонский циркуль и еще некоторые такие конструкции немножко напоминающий веер опять же все это для измерений как я понимаю вообще эта карта начерченная хевели рецеоли итальянцем можно сказать двумя людьми но они ее рассматривали еще в конце 1600-х годов что вы понимали официально она была скажем так показано миру в 1707 году но давайте же опускаться ниже и все внимательно изучать и рассматривать потому что огромные сюрпризы вас ждут еще впереди следующее название которое лично меня очень заинтересовало под морем гиперборея это италия вот она италия настоящий и здесь четко показаны во первых ее название различные тоже мелкие города итальянские и все это расположено на луне чтобы понимали вот где скрывается италия мая сия мая сия еще одна страна возможно или какой-то город но мы вернемся к ним чуть попозже пока что попробуем запечатлеть только самые важные названия которые лично меня удивили опускаемся чуть ниже италия потом здесь идут горы карпаты можно назвать любыми и внизу румынии или романия ну это можно перевести еще как римская империя но в любом случае италия румыния вот где расположена все оказывается там на лунной поверхности и все это придумывалось и показывалась людям еще более 300 лет назад как я понимаю до того всемирного потопа который произошел в 1700 году затем перемещаемся на левую сторону и что мы видим сицилия итальянская вы видите вот этот кратер такой яркий известный из которого тоже выходит множество лучиков находится прямо с левой стороны сицилия италия романия румынии сицилия я просто читал и не верил своим глазам точно также сейчас повторяя все вместе с вами опускаемся ниже море адротикум адриатическое море и вы не поверите но действительно рядом как раз с италией и находится адриатическое море если мы возьмем земную карту или земной глобус значит луна это полное повторение нашей земли и это еще не все мы опускаемся ниже и читаем вы видите написано азия вот она где азия то есть все те люди азиатской внешности тоже пришли с луны азия минор так называется эта страна или часть луны где правят люди желтой кожи но они процветают и на луне или же повторюсь что луна это полное отражение земли и земных материков вы понимаете возможно мы смотрим в то самое зеркало сейчас для понятия я перенесу вас на реальную карту земли вы посмотрите где находится адриатическое море румыния италия сицилия азия давайте сейчас переместимся и вы будете удивлены еще больше теперь мы перемещаемся с вами из россии прямо немножечко южнее южнее и находим те самые места которые только что были показаны на лунной поверхности что мы там видели друзья мы видели там италию вот она во всей красе потом мы видели адриатическое море рядом с италией и вот она здесь у нас на земле мы видели сицилию этот огромный кратер посмотрите на этот остров средиземном море остров сицилия и то есть тот самый лунный кратер на самом деле потом мы видели румынию или романию римскую империю она тоже расположена рядом ее границы простирались до адриатического моря вы видите сколько безумных совпадений мы обнаружили на лунной поверхности все что показано на европейских картах то же самое расположено и на луне и не является ли это действительно тем знаком что все что здесь у нас внизу на земле то наверху на луне ну что же а мы пока что вернемся с вами к той самой лунной карте рецеоли итальянцы хэвили если посмотреть кстати на эту карту то можно понять что она в принципе плоская а плоская луна это великий секрет или символ и как вы понимаете то она действительно может выглядеть таким вот образом но давайте дальше продолжать изучать те материки континенты страны которые мы только что посмотрели на настоящей карте и так италию мы обнаружили румынию тоже за горами остров сицилия с левой стороны адриатическое море как раз тоже рядом с италии с румынии расположена все названия полностью повторяются том числе и азиатский континент вот мы можем прочитать азия полностью его название здесь олимпия показаны какие-то мелкие еще города как я понимаю и все это было изучено досконально в 1700 году вы посмотрите сколько здесь круглых отверстий кратера это города моря нам совсем не известно мы даже сейчас современной техникой не можем рассмотреть все так внимательно особенно вот эти два квадратных прямоугольника меня очень удивили явно это искусственное происхождение не просто так какие-то круглые части или от взрывов от бомбежек на поверхности луны а прямо четкие два прямоугольника которые говорят что здесь или крепость или защитное сооружение возможно какой-то лунный космодром как я понимаю мы затем когда изучим сейчас всю эту лунную поверхность должны обязательно посмотреть и понять что действительно происходит на луне и как она выглядит в наше время и потом сравнивать все вот эти кратеры с теми что мы можем запечатлеть на нашу технику но вы подумайте как мощно 300 лет назад была развита у людей технология ну что же мы опускаемся ниже азию мы с вами обнаружили идем дальше здесь еще море потом в самом-самом низу вот эта часть меня удивило написано первое слово я не могу прочитать морис или маурис синай вот она гора синай это самая куда взошел моисей вы понимаете вот израильские земли то есть синайский полуостров и та самая гора находилась на луне именно там моисею были даны 10 заповедей и это так называемый кратер тайка или тихо который мы так часто видим на наших видеороликах когда смотрим их в ютюбе вы понимаете вот она та самая гора именно на ней моисей получил для евреев 10 основных заповедей но также почти большая половина мира живет по этим заповедям в том числе и христиане и такие люди как мы с вами вот все расположено было на луне если мы посмотрим немножко правее то обнаружим персию а персия это тот же самый иран который сейчас также переименован специально чтобы мы забыли название персия и у некоторых в памяти только звучат такие слова особенно кто играет компьютерные игры смотрят фильмы принц персии вот она где была прямо справа от кратера тайка он же синай или синайская гора то святая и священная и внизу арабия то есть арабийский полуостров сейчас я все вам покажу как выглядит это на нашем земном глобусе и все эти страны совпадают идентичны вы будете очень сильно удивлены переносимся на наш земной глобус а что нам для этого потребуется да очень просто все и легко вот от италии от сицилии острова адриатического моря мы просто пересекаем с вами mediterranean sea по английски так звучит или по-русски средиземное море и оказываемся в этой арабии оказываемся в израиле вот здесь синайский полуостров и гора синай которую только что мы увидели на луне настоящее место или отражение в лунной поверхности вот он израиль именно здесь мы сей когда сошел или исшел из египта и море красное раступилась он провел все свое население весь еврейский народ прямо по дну красного моря и попал вот на этот вот синайский полуостров здесь и расположена та самая гора синай которая и есть на луне вы понимаете всю мощь мы только что ее обнаружили чуть дальше мы изучали читали про персию персия это иран и иран как раз расположен немножко правее вот он здесь видите это бывшая персия мы буквально граничили всю жизнь персии но мало кто об этом знает то есть граница бывшего ссср который включал себя грузия азербайджан туркменистан узбекистан всегда мы по самому югу находились на границе с персией только в начале двадцатого века очень хитрые люди переименовали ее в иран чтобы мы совсем потеряли в памяти историю а персия это величайшая страна где жили и царствовали боги сейчас это называется иран но вот я показал вам наглядно как расположено все на земле и точно также расположена на луне вот здесь в одной картинке видно все и италия и сицилия адриатическое море сина и это самая персия вот эта карта полностью повторяет лицевую сторону луны которые мы сейчас с вами видим ежедневные постоянно но мало кто знает и понимает что на самом деле происходит вот мы можем посмотреть официальные данные как нам сейчас ученые преподносит на русском языке различные моря верхней части луны море дождей вот она такой крупные черные здесь мы уже поняли и есть та самая гиперборея центр мира который все так ищет и на земле вот она пожалуйста расположены подписано море холода чуть ниже море ясности море спокойствие море кризисов и вот море изобилия есть море облаков и вот море дожди опять же повторюсь теперь мы посмотрим еще раз ту карту которую нам преподнесли в 1700 году изобразили даже лучше чем здесь сто раз внизу тот самый пупочек или кратер тихо или тайка я его называю переносимся теперь обратно и смотрим все что будет показано на той древней карте здесь даже есть такое название как океан океан процел лару то есть океан бурю понимаете значит чтобы называть какую-то поверхность морем или океаном там должна быть вода и не просто так все на луне называется именно такими названиями а также даже когда мы смотрим земли или через телескоп возможно с помощью фотоаппаратуры то мы видим абсолютно разный цвет на поверхности луны и значит действительно там есть какая-то субстанция похоже на море на жидкость или на воду только поэтому все отличается там строго по цветам еще бы я хотел вам показать вот здесь верхнюю часть и внимательно рассмотреть вот эту картинку потому что здесь изображен какой-то мальчик бегущий или идущий на поводках он держит двух собак и у одной собаки красный ошейник также у него есть фонарик которым он подсвечивает видите это не солнце а именно фонарь и этот фонарь светит на вот эту вначале думал мужчина потом понял что это женщина с очень короткой прической и если вы посмотрите у нее все лицо в каких-то болячках веснушках или прыщиках также одета маска то есть это не настоящая женщина а играющая какая-то актриса и наверху у нее лунный серп видите луна прям в волосах написано set maculosa ticket тамин с формоса диана вот она лунная богиня диана автор этого ролика назвал ее именно так что это богиня диана хотя всегда богиня луны была селена но обязательно женщины именно она женщина управляет этой величайшей можно сказать планеты или судьбой где решается все что происходит на земле посмотрите на эту немножечко скажем в веснушках или прыщавым мадам это и есть богиня луны все четко написано вы можете ознакомиться в подробностях а солнце не существует вместо солнца светит так называемый фонарик если мы опустимся немножко ниже то увидим луну разделенные на две части справа темная сторона слева светлая и здесь четко виден разрез то есть вход внутрь луны как раз там можно рассмотреть все внутренние подробности я вижу что там расположена какое-то солнце или глаз может быть это и есть всевидящее око который так сильно скрывают от нас на земле но достаточно часто показывают вы видите все сами в мельчайших подробностях здесь показано так называемая 3d модель луны что она внутри все-таки полая и это большой механизм мы с вами посмотрели изучили все подробности думаю что вы очень удивились от этой информации потому что меня она зацепила до глубины души здесь мы можем также увидеть то самое солнце желтого цвета они белые как сейчас мы видим на небе слева справа изображены какие-то два зеркала или два увеличительных стекла внизу же под солнцем есть еще что-то круглое очень напоминающую планету ту самую которую мы не можем увидеть потому что она всегда прячется за солнечными лучами и летает вокруг диска вот этого солнечного всю информацию мы изучили посмотрели самое главное нам разобраться со всеми этими названиями лунными морями море дождей море ясности моря спокойствия если что-то я и пропустил то пожалуйста пишите это в комментариях давайте обсуждать эту важнейшую тему потому что мы раскрыли здесь какую-то сверх секретную и сенсационную информацию по большому счету поверхность видимая луны это наша земля только представляющие определенные регион также кто силен в латинском языке или просто может перевести различные названия которые здесь указаны ну конечно кроме слова терра это так называемая земля а море это море нас интересуют вторые слова во всех этих названиях что они значат может быть попадется еще какая-то знакомая земля или название пишите об этом все что вы знаете я мог пропустить какие-то важные данные также обязательно мы должны сопоставлять те кратеры или круглые отверстия на луне что мы видим видеороликах и как они выглядели раньше 700 лет назад все очень интересно и заманчиво будем продолжать и наблюдать здесь вот второй полосой показаны лунные либрации это как нам рассказывают ученые что луна в течение месяца выходит и заходит то есть поворачивается к нам какой-то задней стороной и в связи с этим они делают такой научный вывод что луна все-таки круглая чуть ниже опять нарисована сол солнце еще это напоминает слово душа соул и как здесь происходит освещение луны и меняются лунные фазы опять все это с их научной точки зрения наша задача понять что же здесь начерчено и какие реальные масштабы луны и здесь есть внизу линеечка и показаны цифры 30 60 30 60 но мы не знаем в каких единицах все это измеряется футах в дюймах а по большому счету зная вот этот весь расчет мы могли бы с точностью сказать размер луны хотя бы в диаметре от края до края но как я понимаю она намного меньше чем нам говорят ученые и всегда преподносит информацию из телевизоров и в интернете вот такая вот интереснейшая карта ссылку на нее я оставлю вам под этим видеороликом пожалуйста тоже изучить и выскажите свое мнение что вы обо всем этом думаете на этом я буду говорить вам до свидания друзья мы скоро увидимся смотрим видеоролики они будут очень интересные и познавательные до новых встреч поехали пока и бум и 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